АПЛОДИСМЕНТЫ Вас здравствует коммунизм! Я вас понял, выезжаем на задержание. Не желали честно трудиться и заниматься общественно полезным трудом. Сегодня об этом человеке почти никто не помнит. А ведь он был правой рукой Никиты Сергеевича Хрущева. Глава страны не раз называл его Фрола Козлова своим преемником. Доверял ему самые трудные дела. При определенном повороте событий этот человек мог стать не только вторым, но и первым человеком в нашем государстве. Возможно, движение нашей истории шло бы какой-то по иной колее. Но однажды фаворит Хрущева впал в немилость. Никита Сергеевич в страшном гневе истошно кричал, топал ногами, а потом запустил в Козлова тяжелое пресс-папье. И операция «Приемник» сорвалась с огромным скандалом. За что Хрущев изгнал из рая Фрола Козлова? Главе государства доложили, что когда его любимец был первым секретарем Ленинградского горкома КПСС, то есть хозяином города на Неве, там процветала огромная, страшная торговая мафия, крышу которой давал, конечно же, Козлов. Это был один из самых необычных следственных экспериментов на памяти сотрудников ленинградской милиции. Георгия Зуйкова привезли на Волково кладбище, чтобы вскрыть могилу его горячо любимой дочери. В чем, наверное, цинизм, можно отметить, это вот такая трогательная надпись на кресте, которая говорит, спи, моя дочурка, или наша дочурка, мы будем помнить тебя всегда. Такая же сцена была в советском фильме. Два билета на дневной сеанс. У зрителей замирало сердце. Разве можно глумиться над прахом мертвых, тревожить могилу? Я запрещаю! Запрещаю! Как вы посмели! Кто вам дал право издеваться над мертвыми? Но этот эпизод родился не в головах сценаристов. Сама жизнь подбросила им эту эффектную сцену. Это был реальный случай из жизни знаменитого ленинградского торгаша, заведующего торговыми базами Георгия Зуйкова. Где хранита лебова? В пещере. Где хранит сокровище руководителя Ващебас? Выяснилось, что в могиле своей дочери. Свои богатства Зуйков прятал в бидоне. Другие подпольные миллионеры зарывали такие сейфы в огороде или в лесу. А Георгий Зуйков был человеком, как говорят сегодня, креативным. Когда умерла его старшая дочь, то он возвел памятник на ею могиле и при этом не забыл, полагая, что это ценное место. Естественно, никто не будет там проявлять интерес к этой могиле. Организовал схрон и тайник. И хранились большое количество денег, большое количество облигаций, большое количество иных дорогостоящих вещей как раз в земле, рядом с этой могилой, внутри ограды. К Ленинграду, пережившему блокаду, во время которой от голода и лишений погибло 630 тысяч человек, в Советском Союзе было особое отношение. Все города имели тогда свои категории снабжения. Первую, вторую и третью. Большинство городов снабжались по второй. Продукты были, но их не хватало. Люди стояли в очередях и очень редко видели хорошее мясо и совсем не видели фруктов. Третья категория означала уже почти настоящий голод. По первой категории снабжались только столицы союзных республик и прежде всего Москва. А после войны специальным постановлением Совета министров первую категорию по снабжению присвоили и городу-герою Ленинграду. В конце 1947 года отменяют карточную систему, и, в общем-то, в магазинах устанавливается полное изобилие, по-настоящему изобилие по неприемлемым ценам. Город действительно истрадался и изголодался. И его старались, если можно так выразиться, подкармливать. И через 10 лет ленинградцы уже привыкли к тому, что питаются даже лучше, чем в Москве. На прилавках магазинов северной столицы лежали продукты, о которых вся страна лишь только мечтала. И главное, ленинградцы получили невиданный выбор не просто сметана или молоко, а широкий спектр молочных продуктов, да еще и всякие вкусные новинки. Начало 60-х годов относится к появлению таких новых продуктов в молочной сфере, например, как снежок, это такой кисломолочный продукт с фруктовым сиропом, и ряженка, украинская простокваша. Появляются всем небезызвестные конфеты театральные. Впервые начинают изготовлять вафельные торты. Вся страна питалась мороженым ментаем. В рыбных отделах турна пахло селедкой, а в Ленинграде всегда свободно продавались икра и крабы. И появилось много магазинов, где торговали свежей рыбой. Во всех магазинах рыбных были бассейны, где плавали рыбы, которые с очками вылавливали, и, соответственно, продавали живую рыбу на вес. В Ленинграде работал замечательно, просто мясной завод имени Кирова. В это время, в начале 60-х годов, появляется несколько новых продукций, мясной продукции. В частности, ленинградцы очень любили диетическую говяжью колбасу, которая стоила 2 рубля 90 копеек за килограмм. Георгий Зуйков заведовал в Ленинграде торговыми базами. Сказочная, нереальная должность. Гораздо круче, чем первый секретарь обкома. Все самые богатые и влиятельные люди города в ногах валялись у него в надежде получить дефицит. Нейлоновые рубашки, импортные зонтики, ультрамодные ботинки, ветчина, икра и колбаса. Зуйков мог все. И Георгий Александрович встречал ленинградских бонс с распростертыми объятиями, потому что исповедовал железный принцип «ты мне, я тебе». Те люди, которые пользовались дефицитом, и те люди, которые распределяли дефицит, они образовывали некое сообщество, которое, значит, вот как-то обпринюхивалось друг к другу и понимали, что они одной крови. И размер, и операции, и количество людей, которые в этом участвовали, он неуклонно увеличился. В это время первым секретарем Ленинградского горкома КПСС был Фрол Романович Козлов, любимец Хрущева, человек очень странной политической биографии, в которой много белых пятен. Говорят о нем современники по-разному. Заместитель председателя Совета министров СССР Игнатий Новиков, который дружил с Козловым еще со времен войны, писал, «Мужчина он был видный, красивый, властный и решительный, ради карьеры мог пойти на многое. Увы, даже в домашней обстановке был очень груб с женой. Эта черта мне не нравилась. В работе же он был дальновиден, имел подход к людям». Микоян считал, что он человек неумный, хитрый, завистливый, подхалим. Сын Хрущева Сергей отмечал его редкую преданность. Он полностью, даже в мелочах, шаг в шаг следовал линии отца. А Шелепин и Семичастный считали его крайне ограниченным. Козлов – это вообще неумный человек. Он вообще не работал. Придешь к нему, на столе ни бумаги, ни карандаша нет. Чисто. А другие люди, которые были во власти в то время, говорят, что по сравнению с Хрущевым, он был гигантом мысли и иконой стиля. В 59-м году летом журнал «Тайм» поместил на бложку его портрет импозантный, замечательный мужчина. И был поставлен вопрос наследник Хрущева. Но в кремлевских стенах давно зрел заговор, во главе которого было три политических тяжеловеса – Николай Подгорный, Александр Шелепин и тогда молодой и красивый Брежнев. Никита Сергеевич им страшно надоел. Но фигура преемника, фролла Козлова, никому не нравилась. Козлов был жутким консерватором и при этом несколько раз проявил себя как человек очень глупый и кровожадный. Договариваться он не умел. Сразу предлагал сажать и расстреливать. Первый раз он отличился еще при Сталине, когда вождь народов послал его из Куйбышева почистить областную партийную организацию в Ленинграде. Тогда были репрессированы две тысячи человек, большую часть из которых лишили жизни. И Козлов помогал тем, кто громил. И осуществлял, конечно, вот впервые себя показал, видимо, как в кавычках, политический боец. Сталин и его окружение очень дорого ценили вот таких людей, таких подход, такой подход. Это значит, что они в любом случае всегда пройдут по головам людей, живых или мертвых, и пойдут дальше. Когда Сталин умрет, и Хрущев приедет в Ленинград, участники партийного съезда в 1954 году публично и громко расскажут о роли Фрола Козлова в преследовании и убийствах невинных коммунистов. Но Хрущев ответит, так нельзя. Нельзя искать Козла отпущения, хотя фамилия у вашего секретаря и Козлов. И Козлов останется первым секретарем Ленинградского горкома. А через некоторое время еще раз покажет, что за его импозантной внешностью скрывается просто жестокий убийца. На этот раз уже в Новочеркасске, где это он даст приказ стрелять в толпу безоружных людей, протестующих против снижения зарплаты и повышения цен на продукты. После того, как 25 человек были убиты и многие потом посажены, Козлов наставил даже на то, чтобы прислать специальные составы и несколько тысяч человек из горожан, из ватчан оттуда депортировать и провести, так сказать, чуть не военный полевой суд. В 1960 году Козлов получил высокий пост второго секретаря ЦК КПСС и из Ленинграда уехал. Он становится правой рукой Хрущева, но претендует на первую роль. Пусть Никита ездит по всему миру, а мы будем управлять. Так он сказал в одном из доверительных разговоров с Микояном. Но управлять еще хотела группа Брежнева. И они решают собрать компромат на Козлова и отогнать его от тела Хрущева. Остается понять, где копать. Решение приходит, когда становится известно о многочисленных жалобах ленинградцев на городскую торговлю и общепит. Несмотря на то, что город на Неве прекрасно снабжался, люди были крайне недовольны хамством, обвесом и недоливом. В органы правопорядка КГБ, Управление госбезопасности, милиции и партийные органы города Ленинграда стали чаще и чаще поступать письма, жалобы, анонимки на конкретных лиц из числа торгово-проводящей системы, из торгующих организаций, на директоров магазина, которые занимались спекуляцией, а также обманом, обвесом и прочих граждан. Георгий Зуйков, в руках которого были все торговые базы города, про жалобы трудящихся знал, но ничего не боялся. Покупая очередной шедевр, достойный Эрмитажа или вкладывая огромные деньги в валюту и золото, он думал о том, что в случае чего всегда сможет откупиться. И все эти богатства очень пригодятся. Да и кто его сдаст, если он кормит всю верхушку Смольного и возит взятки в Москву. Занять эти ключевые должности можно только, если вы приносите в конверте вышестоящему руководству. У него были свои люди и в правоохранительных органах, особенно в отделах борьбы с хищением социалистической собственности и даже в прокуратуре. Каждую неделю за распределение дефицитного товара он получал минимум 10 тысяч рублей. Плюс не брезговал прямой спекуляцией. Его жена считалась гранд-дамой Ленинграда. Жили супруги роскошно, но Зуйков все не мог придумать. Где хранить наличные деньги, валюту и золото? Где? Дома нельзя, у подруги странно, туда-сюда, наверное, на даче. Ну, на даче. На даче где? Ну, давай закопаем. Опять же, закопаем. Ну, вот и все. А если нужно туда докладывать что-то? На дачу будешь туда за 70 километров ездить. Так что мы, могила, это не так глупо. Старшая дочь умерла от тяжелой болезни. И со стороны казалось, что безутешный отец приходит горевать на ее могилу. И недели не может прожить без визита на Волбково кладбище. Приходил с лопатой, совершал копательные действия, но при этом до него не дошло, что следовало, наверное, посадить цветы. И вот этот вот парадокс, это вот несоответствие обстоятельствам, и побудило следственные органы задаться вопросом, а с какой целью он осуществляет какие-то копательные действия. Фрол Козлов спокойно работал в Москве и ничего не знал об интриге, задуманной его врагами. А они уже выслали в Ленинград целую группу следователей и предвкушали радостный момент, когда Хрущев узнает о том, что в городе на Неве светет и пахнет страшная мафия, отцом которой был Фрол Козлов. Считается, что первый слет заговорщиков, замысливших свержение Хрущева, состоялся в Кисловодске зимой 1962 года. В нем участвовал председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Николай Игнатов, министр обороны Родион Малиновский и первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС Федор Кулаков. После тайной вечери они переговорили с возможными союзниками. Их оказалось немало. Секретари ЦК Николай Подгорный, Александр Шелепин, председатель Президиума Верховного Совета Леонид Брежнев и председатель КГБ Владимир Семичастный. То, что Брежнев интриговал, это 100%. То, что Микоян интриговал, 100%. Игнатов тоже. То есть каждый использовал свой ресурс в этой борьбе. Но резко браться за дело заговорщики боялись. Хрущев, несмотря на преклонный возраст, продолжал оставаться человеком хитрым и жестоким. И рядом с ним был его любимицезащитник. Второй секретарь ЦК Фрол Козлов, который вот-вот должен был занять пост первого секретаря. Его ненавидела вся кремлевская зла. Он внешне действительно напоминал девчонок в Плитбюро. Это был абсолютно самовлюбленный господин. Как-то, значит, замечательно одевавшийся, с химической завивкой. Когда Хрущев нагрянул в США, единственным человеком в приличном костюме в советской делегации был Фрол Козлов. Все остальные, включая прежде всего самого Никиту Сергеевича, выглядели смешно и нелепо. Но Козлова не любили не только за западный лоск и химическую завивку. Он был отвратительно преданным Хрущеву человеком, способным на все ради удержания позиции рядом с царским телом. От него решили избавиться. для того, чтобы подвинуть второго или дать ему понусу, для этого нужно что? Найти отдельные недостатки в его системе. Значит, показать его несостоятельность. Скомпрометировать Козлова была важная задача. А как? Заговорщики быстро сошлись во мнении, что лучше всего выставить Козлова страшным коррупционером, махровым ворюгой социалистической собственности. За это Никита Сергеевич мог их стенки поставить. Все вокруг него должны были быть незапятными. Партия и так тебя обеспечивает всем, поэтому ты не должен вот этим заниматься. Это предательство, это расстрел, это тяжелое наказание. И вскоре появляется потрясающее образцовое дело на заведующего главной ленинградской базы Георгия Зуйкова. Свою должность он когда-то занял именно благодаря Козлову. Зарабатывал на махинациях с дефицитом огромные деньги. Успешно дурил не только государство, но и собственную супругу, которой он забыл рассказать о том, что женился на ней, не разведясь с предыдущей. Но как-то все ему сходило с рук. И хищение социалистической собственности, и аферы в личной жизни. У него была кличка вампир, потому что действительно он своим поведением, своим характером обволакивал людей и использовал их в своих интересах. Он жил красиво. Преданная жена, дом полная чаша, роскошная любовница, которая обходилась, конечно, дорого, но это был тоже признак социального статуса. Зуйков был в ленинградской торговле номер один. Куда же без эффектной содержанки. Но в 1962 милиция заметила, что он слишком часто ходит на кладбище на могилу дочери. И выяснилось, что в могиле зарыто три бидона, которые он постоянно пополнял. Обнаружено 1616 монет царской чеканки. 200 золотых долларов. 5 тысяч с лишним бумажных американских долларов. Вообще золото 12 килограмм. Около 13 килограммов золота и так далее. Три рулона золотой фольги. Разбираться с махинациями Зуйкова и другими ленинградскими торгашами бросили следователя по особо важным делам Александра Кирпичникова. И когда он начинал работу, то еще не знал, что дело это станет самым крупным за всю историю советской уголовной системы. Нужно было до копейки установить, сколько денег украли. Это не просто показания свидетелей или признание обвиняемых. Это проведение сначала трудоемких ревизий, а после ревизии экспертиз, которые подтверждали хищение. В конечном счете на скамье подсудимых оказалось 52 человека. Это и заведующие магазинами, и сотрудники ОБХСС, и некоторые чиновники. Одной из первых крупных рыб, попавших в сети толкового следователя, была Маргарита Садова, директор винного магазина на Сенной площади. «Жизнь моя удалась», признавалась она на допросах. Говорила, что «Слушайте, я жила хорошо». У меня было такое признание, что все состояло, я все сделал. Торговля спиртным во все эпохи советской власти считалась делом невероятно прибыльным. На дурной привычке граждан заливать заворотник хорошо зарабатывало и государство, и всякие торгаши. В конце 50-х пить в Советском Союзе стали гораздо больше. Умер Сталин, все немного расслабились. Власти уже не так отжимали граждан в плане трудовых рекордов. У нас продавали алкоголь не только в винно-водочных магазинах, но по крайней мере на каждой улице, ну в каждом продовольственном магазине, то есть практически на каждой улице был не один продовольственный магазин, и в каждом продавался алкоголь. Во время войны все пили самогон, разбавляли медицинский спирт. Подарком судьбы считалась водка. При Хрущеве люди начинают забывать о войне, чаще устраивают домашние застолья, отмечают семейные и государственные праздники. И дамы уже чокаются бокалами с полусладкими винами и шипучкой под названием советское шампанское. А вот мужчины продолжают налегать на крепкие напитки. И государство решает изменить структуру потребления на винную. Весь юг вот до конца буквально там 58-го года засаживается виноградниками. У нас на юге России в три раза виноградников было больше тогда, чем сегодня. В любом гастрономе был очень большой и очень разнообразный винный отдел. Маргарита Садова стала воровкой, потому что честных в системе торговли спиртными напитками не было никогда. А если кто-то попадался, то жулики его изгоняли. Химичили абсолютно все. От грузчика до директора винного магазина. Деньги это делаете снизу. Вот это должен документы исказить, это должен что-то делать. И он получает свою долю. И вот украли, допустим, миллион, а вы, простой человек, внизу получили тысячу. Ручеек превращается в реку, потому что деньги идут отсюда, отсюда, отсюда. Торговля из-под полы дефицитным алкоголем, не долив в стаканы в буфетах. Следователь кирпичников хватался за голову. Почти в каждом винном магазине и отделе гастронома, где торговали алкоголем, был заведующий, нагревающий невероятные капиталы. И взятки шли на самый верх к руководству города. Буфетчицы, соответственно, давали заведующим магазинам, заведующим магазинам начальнику торга, начальник торга оперуполномоченным БХСС и далее уходил в Смольный чиновникам. Вообще, товаропроводящие сети торги в Ленинграде это своеобразный гулаг. Я бы сказал, такой вообще торгашеский гулаг со своей администрацией, со своими паханами, своими смотрящими. Круговорот нелегальных доходов и огромных взяток был выстроен эффективно и для участников системы очень прозрачно. Каждый директор магазина зарабатывал запредельно много, но четко знал, сколько он должен чиновникам из управления торговли, сколько ревизорам, сколько сотрудникам БХСС. Кстати, его в уголовном розыске всегда называли так, расшифровывали, один будешь хапать, скоро сядешь. Фрол Козлов успешно работал в Москве, карьера его удалась. И ему в голову не приходило, что дело ленинградских торгашей в итоге пришьют ему. Шестидесятники это не только творческие и по-разному мыслящие люди. Шестидесятники это еще и отпетые уголовники, вообще получившие такой карт-бланш в это время и расценившие свободу, которая приходит после 20-го съезда партии, вообще как в больницу на поприще такой тайный или, как мы говорим, закрытый, нелегальный коммерции и, как ее сейчас называют, там, теневая экономика. Хрущев это видел и знал. И сообщения о расхитителях социалистической собственности всегда вызывали у него желание немедленной и крайне жестокой расправы. Он требовал расстреливать теневиков без долгого суда и следствия. Он же искренне в 80-м году хотел показать последнего преступника по телевизору. Все знают, что Хрущев страшен в гневе и что он не терпит никаких обвинений в коррупции. В 1962-м была поставлена на дыбы вся система ленинградской торговли. Сначала взяли Георгия Зуйкова, короля торговых баз. Потом занялись овощными хранилищами. А следующими под каток правоохранительных органов попали торгаши, которые торговали напитками, алкоголем, газировкой, пивом и квасом. Они щедро кормили высшую власть и сотрудников контролирующих органов. Но в одночасье лишились крыши. Покровители торгашей подло сдали. Приговор хозяйственному работнику выносит не суд, а выносится до того, как им заинтересовались. То есть, условно говоря, сидят серьезные люди. Для определенной политической комбинации им нужно показать ужас в этом месте. Покровителем арестованного Георгия Зуйкова был Фрол Козлов, правая рука Хрущева, второй секретарь ЦК КПСС, который метил в первые. Брежнев и группа его поддержки такого преемника не хотели. И было придумано свалить его с помощью жирного и дурно пахнущего компромата. Когда Фрол Козлов узнал, что в Ленинграде начались аресты людей, которым он дал когда-то дорогу, то чуть не умер на рабочем месте. Стало плохо с сердцем. Еле откачали. В короткие сроки Ленинград стал городом, который много лет возглавляли покровители, расхитителей государственной собственности. Ревизоры, мол, пытались ловить за руку многочисленных воров, но их останавливали высокие лица. Степан Турк и дело о минеральных водах, и дело Зуйкова, все эти дела развивались, когда здесь был начальником Фрол Романовича. То есть получалось, что он, если не прямо участвовал, то не доглядел. На самом деле Козлов, еще будучи первым секретарем Ленинградского горкома КПСС, не раз своими глазами видел различные доносы, анонимки и вполне официальные обращения, в которых говорилось о том, что торгаши в конец обнаглели. Хамят, воруют, спекулируют, вымогают и получают огромные взятки. Но он не придавал этим кляузам зря. Я думаю, что это дело было закономерным, потому что надо было все-таки это, ну, уже терпеть уже всем было невозможно. То, что происходило, конечно, уже было совершенно неприлично. Заместитель директора винного магазина Маргарита Садова жила в огромной квартире на Невском проспекте. Два раза в неделю давала для подруг роскошные ужины. Коллекционировала редкие украшения с бриллиантами. Обставила свое жилье роскошной антикварной мебелью. Ей хотелось жить во дворце. Вот такая ностальгия, тоска по имперскому городу, вот по этой, значит, богатой, роскошной жизни. Но если прежние владельцы, аристократы, были хорошо образованы, и для них роскошь, в которой они находились, и комфорт, это было качество их жизни, неотъемлемый элемент. То вот новые вообще, ну, решайте, они были вообще с таким купеческим немножечко мышлением. Она настолько любила дорогую ювелирку, что приучала к ней с раннего детства и маленькую дочку. Но девочка, конечно, о природе богатства мамы ничего не знала. Маргарите Садовой было бы неловко признаться своему ребенку, что зарабатывает на махинациях с вином и пивом. В Ленинграде, как и во всем Советском Союзе, люди стояли в длинных очередях, чтобы получить хотя бы кружку обожаемого пенного напитка. Дикий спрос порождал дикое воровство. На пиве торгаши делали целые состояния. Если туда заливали, например, 10% воды, в эту бочку, там практически особо это не чувствовалось, наверное, то есть пусть там, сколько там, ну, может быть, тонна в бочке, не знаю, там условно говорят, то есть тысяча, ну, там, ну, в день, в общем-то, я думаю, что там тысяча рублей прибыли шли левой. Об импортном пиве в бутылках и речь не шла. Это было из жизни сливок советского общества. Но Ленинграду повезло все же больше, чем другим городам Советского Союза. Здесь можно было выпить и хорошего пива. Наш ленинградский пивоваренный завод выпускал около 32 наименований пива. То есть нам даже сложно сейчас представить, что было 32, это Жигулевская, Ленинградская, Мартовская и так далее. А при магазинах в начале 60-х открыли буфеты, где к пиву можно было получить хорошую закуску. И особо граждан поразило настоящее чудо техники – автоматы с вином и пивом. По всей стране такие устройства выдавали только сладкую газировку, шипучую жидкость за три копейки. А в Ленинграде таким же способом можно было получить алкогольный напиток. Автоматические установки, в которых вы могли покупать дешевое вино, которое в народе называли бормотухой. Вы покупали жетон, опускали этот жетон, вам из крана наливали, там был стакан или стакан, вы выпивали и покидали это заведение. Но в народе это иногда называли автопоилкой. И автопоилки сразу стали головной болью сотрудников ОБХСС, которые прекрасно понимали, что торгаши не смогут удержаться от того, чтобы не запрограммировать автоматы на недолив минимум в 10%. В некоторых магазинах действительно настолько продавцы чувствовали свою безнаказанность, что автоматы, которые тоже были настроены на недолив, вино разбавляли мочой. Но Садова подкупила всех ревизоров. Взятки она давала просто талантливо, четко понимая кому, при каких обстоятельствах и сколько надо сунуть в липкие руки. Однажды директор ее винного магазина уехал в командировку и выдал ей список всех граждан, которым нужно было разнести конверты. Садова справилась с заданием блестяще, по-своему рассудила, кто чего достоин, и вскоре из зама превратилась в директора. Она говорила, ну, слушайте, она говорит, ну, всех подкупила, Цветкова только никак не могу подкупить. Ну, никак. Цветков это руководитель Лен Минводторга. Владимир Цветков никогда не брал взяток лично. Для этого у него были специальные посредники. А Садова ткнулась к нему напрямую. И руководитель Минводторга от денег отказался в резкой форме. Садова забеспокоилась. Как жить и работать, когда не подмазано прямое начальство? Она узнала, что он разыскивает какие-то редкие очки. И нужен врач, хороший врач, который мог бы выписать рецепт. Она нашла эту гури врача, выписали рецепт и передавая рецепт в конверте, она передала ему деньги. Таким образом Цветков пал. Потому что жена Цветкова попросила купить ей новую шубу. И еще одна торговая точка, которая готова была платить ежемесячную дань, пришлась очень кстати. Конечно, при дефиците работник советской торговли и работник общественного питания всегда был в плюсе. Другое дело, что репутация у них была не очень хорошая. То есть репутация у них изначально была не самая лучшая. В начале 60-х годов в Ленинграде слаженно действовала огромная мафия торговых работников. Воровали в общепите и гастрономах, на складах и базах. Город имел первую категорию снабжения, и торгаши процветали, толкая дефицит по спекулятивным ценам в другие города и нагло обманывая ленинградцев. Моим папой была объявлена война директору Минводторга. Он пожелал поучаствовать в собрании, в закрытом собрании директоров заведующих магазинов и дал в 10 дней на явку с повинной, что это зачтется им как смягчающее обстоятельство. Глава Минводторга, под которой копали интенсивнее всего, предложение следователя Кирпичникова обсудил с ближайшим кругом коллег, замазанных в общем коррупционном деле. Покрутили пальцем у виска и вроде как забыли. Сдаваться с повинной в милицию никто не пошел. Спустя 10 дней появилась информация, что многие отправились в бега, тем не менее аресты продолжились и в конечном счете на скамье подсудимых оказалось 52 человека. Маргарита Садова запираться не стала и планомерно сдала всех своих крошевателей, чем скостила себе срок. Могла бы получить лет 12, а за сотрудничество со следствием дали всего 7. Она обрушила жизни, в кавычках, обрушила жизни, шести инспекторов ОБХСС и начальников районных отделов. После того, как в могиле дочери Георгия Зуйкова обнаружили тайник, набитый валютой и золотом, следователи уже не удивились тому, что нашли у него в квартире. Какие-то жалкие 30 тысяч рублей и коллекция ювелирных украшений? По сравнению с тем, что он прятал на кладбище, это было просто смешно. Мера наказания за хищение в особо крупном размере, а это было свыше 10 тысяч в советские времена, когда Волга стоила 13, а Жигули 7, понятно, для сравнения для зрителей, то в эти времена захищение в особо крупном размере свыше 10 тысяч. Мера наказания была от 8 до 15 лет, либо смертная казнь. Подсудимых защищали 46 адвокатов, но особо помочь своим клиентам они не могли. Из Москвы была дана четкая установка засудить всех по всей строгости советских законов. Владимиру Цветкову дали 12 лет с конфискацией имущества, а Георгия Зуйкова приговорили к расстрелу. Это желание запрятать концы вводу, потому что вообще на самом деле у него, конечно, было очень много компромата на чиновников Смольного, и вот таким образом был устранен значит ненужный свидетель. Когда разгром мафии ленинградских торгашей подошел к концу, обо всем доложили Хрущеву. Естественно, подчеркнув, что преступное сообщество зародилось и процветало в то время, когда хозяином города был Фрол Козлов. Никита Сергеевич Сумбурин, он искренен, и когда ему приносят и говорят, слушай, ну какой безобразный, не просто там взятку взял, целое, понимая, что это клан тут устроили, воруют и воруют, у дочери золото зарыл, да, то, конечно, пощады быть не может. Разговор был долгим, вернее, не разговор, а монолог. Хрущев орал. Фрол Козлов, вжавший голову в плечи, слушал. Никита Сергеевич был хорошо осведомлен, что и кто украл в Ленинграде, как шло следствие, какие богатства у фигурантов дела нашли при обыске. Козлов пытался защищаться, но это только больше разозлило Хрущева. Он схватил пресс-папье и бросил в спину уходящему фавориту. Система советской торговли везде была одинаковая. Иванов, Петров, возникал, Сидоров и так далее. Только в политических целях, еще раз подчеркиваю, можно было в одном месте это вытащить и придать этому глобальное значение. Вернувшись домой в состоянии шока, Козлов схватился за коньяк. В голове мелькали лица врагов, которые выстроили хитроумную интригу и исключили его из гонки к креслу первого секретаря ЦК КПСС. Кто? Семичастный? Кулаков? А может, Брежнев? А может быть, все вместе? Он очень переживал. Он считал так же, что он был верным исполнителем вот той схемы и он оговорен вот той группой взорвавшихся карьеристов, которые вообще просто метили на его место очень давно. С того дня в его дом зачистила скорая помощь. У Фрола Козлова болело сердце и все время было повышенное давление. Позор, злоба, разочарование, желание отомстить. Любому человеку очень сложно жить с компотом таких сильных чувств, не говоря уже о втором лице страны, в одночасье потерявшем власть. Существует версия, что когда Хрущеву доложили о том, что у Козлова инсульт, то он сказал, ну, если умрет, с почестями похороним. Если выстроит, пусть пеняет на себя. Пережить крушение карьеры и победу над ним заговорщиков Фрол Козлов не смог. Через пару лет он умер, хотя все думали, что жить этот самоуверенный и внешне здоровый человек будет очень долго. Его хоронили, когда у власти уже был Леонид Ильич Брежнев, который великодушно позволил поместить тело своего бывшего конкурента в Кремлевскую стену. И я хочу сказать, что, конечно, здесь есть определенный вопрос, потому что сам Хрущев такой чести не был удостоен. Судьба следователя Александра Кирпичникова сложилась очень печально. Сначала его наградили орденом, но вскоре отдел прокуратуры, который занимался расследованием, распустили и Кирпичникова уволили. Уже на пенсии в 2001 году он сел за письменный стол и стал работать над книгой про коррупцию в Ленинграде. И вскоре в подъезде собственного дома он был жестоко избит бандитами, лиц которых разглядеть не смог. Ему совершенно ясно дали понять, что книги такие не нужны и лучше, если он заткнется. было совершено покушение на убийство, было несколько операций, после чего он в течение почти 10 лет был инвалидом. Последние годы жизни он не вставал с постели. Последствия полученных травм были очень серьезными. Вспоминал свою работу и детали громкого дела ленинградской торговой мафии. В молодости он считал его профессиональной победой, а в старости признался себе, что лезть ему не стоило. Это просто была большая политическая игра, в которой маленькие люди цинично используются для достижения масштабных грязных целей. КОНЕЦ